Картошка на сале Как ее порезать я вам еще покажу Две вот таких вот больших луковицы Здесь луку лучше взять побольше Поэтому на сковородку я беру две луковицы И нужно сало свиное Вот такой вот у меня кусочек есть Он замороженный Размораживать его не стоит Потому что резать его лучше и удобнее замороженному Он вот прям со шкурой Так со шкурой мы его жарить и будем Чтобы получились вкусные шкварки Начнем пожалуй собственно с сала Его надо нарезать кусочками И положить на сковородку Он у нас замороженный Режется довольно таки легко Тем не менее Вот таким вот меленькими кусочками Я его нарезаю Можно сильно не мельчить Просто тогда шкварки получатся крупные Так Можно прям вот таким полосочками Его класть на сковородку Ну я так Не люблю Я люблю все таки помельче Чем мельче сало режешь Тем лучше оно Вытапливается И дает необходимый для жарки Жир Так вот порезали Отправляем сюда Режем следующую часть Как я говорю Вот такие вот можно прям растапливать Но получится большая шкварь А жира Останется на сковородке Растопленного мало Это кто как любит Так 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 Чтобы вас уж прям сильно Долго не утомлять Я режу довольно таки все таки крупно Чтобы получилось побыстрее Чтобы не 10 минут смотрели Как я здесь нарезаю Так Так вот Так вот И вот так вот Так вот И последний кусочек Вот таким образом Сало мы к растапливанию К растапливанию Готовили На сковородочку отправили Вот такого количества сала Как раз нам хватит Чтобы пожарить сковородку картошки Дальше я вам показываю Как резать картошку Картошку надо резать Чтобы получилась Вот такая вот Соломка То есть вот таким вот образом Я нарежу сейчас всю картошку Но предварительно нужно растопить сало Сейчас я ставлю это сало На сковородку Я вам потом покажу Как оно будет растапливаться Потом оно полностью Ну или почти полностью Потому что у нас шкурки присутствуют Растопится Я добавлю туда Полностью всю картошку Нарезанную Перед готовностью То есть где-то за 5 минут До готовности Я добавлю лук Потом еще 5 минут Пожарится Картошка наша готова Будем пробовать Пока выключаемся До следующих включений Итак, друзья Вот у нас сковорода А в этой сковороде Шквартит сало Сало я загрузил Поставил на вот такой вот Небольшой огонь Смотрите, что здесь получается Вот сало постепенно растапливается Видите, у нас растопился Получился жир На этом жире мы как раз будем Жарить картошку Время от времени Раз в 3-5 минут Я это помешиваю Чтобы сало не прилипало И дальше Закрываю крышкой Под крышкой сало Растапливается лучше Сейчас, когда оно полностью растопится Минут через 5-10 Будем загружать картошку А пока отключаемся Вот, друзья Сало растопилось Образовался наш жир Вот такие вот шкварочки Сковородки Очень вкусные Они потом будут вместе с картошкой И настало время Добавлять собственно картошку Вот я ее приготовил Вот в одной тарелке В другой тарелке Вот лук Который я буду добавлять Потом, когда картошка Уже почти приготовится Сейчас Добавляем картошку Вот так Вот как она шкварчит Вторую тарелку добавляем Все С этого момента Крышкой мы Картошку Больше не закрываем При таких условиях Если крышкой ее не закрывать Она не сварится А будет поджариваться То есть будет получаться С корочкой Что нам собственно и нужно Мешать ее будем Каждые 3-4 минуты Как мешать я вам потом покажу Пока отключаемся В общем как я и говорил Каждые 3-4 минуты Картошку надо мешать Делать это надо следующим образом Вот такая вот лопаточка у меня есть Так вот картошку Перемешиваем Переворачиваем То есть всего Она жарится где-то 25-30 минут Это конечно зависит От сковороды От огня От количества картошки Но в среднем 25-30 минут Кстати насчет огня Вот посмотрите Вот такой вот Примерно должен быть огонь Совсем не слабенький Но и не самый сильный То есть за время готовки Нужно где-то раз 5-6 ее перемешать То есть 4 раза где-то получается Просто одну картошку мешаем Потом еще раз 2 Вместе с луком и солью В общем пока лук и соль я не положил Потом как я буду это делать Я еще вам покажу Пока отключаемся В общем так друзья Картошка у меня жарится Сейчас 18 минут За это время я ее Успел перемешать 4 раза Пришло время Добавлять соль и лук У нас картошечка Доведена до полуготовности То есть она уже Мягкая Но не совсем Так называемая на зубок Или по-итальянски Аль денте Добавляем соль На перси тихо в час ночной Тебе известно лишь одной Когда устал твое картошка Из глубины Добавляем соль Добавляем соль Строить и жить Помогает Вот так вот С этого момента Нам осталось Два перемешивания И картошка будет готова Выключаемся В следующий раз Подключаемся Когда уже будем картошку эту пробовать Все готово Товарищи Излюбленные блюда Русской кухни Жареная картошечка На сале У нас на столе Конечно Для тех У кого проблемы с желудком Много ее кушать не рекомендуется Но у меня проблем с желудком Никаких нет Как вы видите Я полон сил Сейчас буду ее кушать Попробую Что у нас тут получилось Во-первых Она приготовилась Жарил я ее ровно 30 минут За это время она готова Прожарилась как надо Во-вторых Так как жарили мы ее на сале То есть по вкусу Она довольно таки сильно отличается От того если бы мы жарили ее На обычном Банальном подсолнечном масле То есть по мне Так она отличается по вкусу В лучшую сторону Мне так нравится больше Вообще Получилось хорошо С прижарочками Все как мы любим Вкуснятина Шкварочки во рту Хрустят В общем Очень недурственная картошка Как говорится Сам себя не похвалишь Никто не похвалит Ну что же Дорогие мои Подписывайтесь на мой канал Ссылка вон там Красная Внизу Подо мной Ставьте лайки Вот такая вот штука Там нарисована Подожмите И комплексуйте Будем вместе Творить Разные вкусные Блюда Быстрого приготовления Как я люблю Ну а на сегодня Пожалуй все Отключаемся Всем удачи И пока Субтитры сделал DimaTorzok